Всем привет! Сегодня хочу поговорить о наводнениях, которые разыгрались в Оренбургской области, на Южном Урале и Дубая. Вроде бы очень разные точки на планете Земля, а проблема была одна и та же примерно в одно и то же время. И я уже говорил о гороскопе Оренбургской области, что там есть важная точка в конце Козерога, в начале Водолей. И если вы откроете гороскоп Дубая, а известна его точная дата основания, то вы увидите то же самое. Есть важная точка, это планета Нептун в конце Козерога, в начале Водолея. И именно там сейчас ходит Плутон. И до этого я снял уйму видео про то, как это влияет на жизнь определенных звезд. Как он, скажем так, по ним прошелся. И эти две истории показывают, что Плутон также эффективно работает в гороскопе определенной местности. И если история Дубая мне мало здесь интересна, хотя она в чем-то беспрецедентна. Потому что Дубай находится в пустыне. И уже ежегодно, подчеркиваю, это не в первый раз, а ежегодно эту территорию начинает топить. То есть наводнение в пустыне. Это очень странно. Еще раз, наводнение в пустыне. Там, где этого быть не должно. Что касается Оренбургской области Южного Урала. Кто следит за мной в социальных сетях, не даст мне соврать. Я ежегодно делаю историю на один и тот же свой пост о том, что на Урале пришло время садить виноград. Потому что здесь будет все теплее и теплее. И каждый год этот прогноз сбывается. И, кстати говоря, я сажу на своем участке тоже виноград и разные сорта. И все прижились. А знаете почему? Потому что все теплее и теплее. А еще у меня день рождения весной. И каждый день рождения там фактически стабильно. Плюс 25, плюс 30. И мне не показалось. Потому что есть научные исследования. Которые стали, кстати говоря, один из таких научных сотрудников, климатологов. Он их опубликовал. И суть в чем? Что ежегодно идет прирост температуры на Южном Урале. Причем, понимаете, график он растет. И здесь становится очень интересный вопрос. А насколько неожиданным было наводнение на Южном Урале? И можно ли вообще его было назвать неожиданным? Когда вы знаете, что идет прогрессия. Что каждый, каждый следующий год весна приходит быстрее. Потому что все теплее и теплее. Вот сейчас 22 апреля за окном где-то плюс 25. Вчера было плюс 27. Некоторые уже умудрились сгореть. Еще раз. 22 апреля Урал. И я уже не удивляюсь. Почему еще раз? Я уже несколько лет подряд отдельно акцентирую на это внимание. А фактически никто на это не обращает внимания. Это, как вы понимаете, теперь благодаря наводнению в Оренбургской области, не только там, это очень серьезный вызов. Потому что в мире происходит глобальное изменение. И снова, среди всех астрологов, фактически только я подчеркиваю следующую вещь. Что переход в эру водолея, это не только изменения у людей, в обществе людей. Это изменения в целом на планете Земля. В плане климата. Где-то геологических процессов. Изменения, соответственно, среди животного мира и бактерий и так далее. То есть, это всецелое. Это не только про людей. Это всецелое огромное изменение. И это надо учитывать. Так вот, есть общее изменение на планете Земля. Его уже все подтвердили. То есть, фактически уже нет никого, скажем так, сомнений, что это происходит. Но, снова-таки, по официальным данным, в России это происходит в два раза быстрее. А на Южном Урале, наверное, еще быстрее. И не я об этом впервые сказал. Об этом еще много десятилетий назад сказала Ванга в своем предсказании. Что на Урале, в Западной Сибири, будет так тепло, что там будут выращивать авокадо. Вот что происходит сейчас. И это очень важная информация перед 2025 годом. Потому что, как я его называю, там будет суперзатмение в Марте. Там такая будет мощнейшая серия. И там очень большую роль сыграют планеты Нептун, которые связаны с водой. Если сейчас не принять вот эти, в том числе и научные данные об изменении климата. И не попробовать просчитать, где подложить нам соломинку. То в следующем году все может быть гораздо серьезнее, чем в этом. Надеюсь, эта информация дойдет. Ну, или сами люди дойдут до этой очень и очень важной мысли. Есть еще одна важная вещь, кстати, которую мало кто знает. Оренбургская область, к примеру, она одна из самых солнечных в России. И мы, кстати говоря, здесь именно в Мактагорске тоже попадаем в ореол большого количества солнечных дней. У нас примерно их 220 в год. Чтоб вы понимали, в прошлом году в Санкт-Петербурге было 91 солнечный день, а в Москве 83 солнечных дня. Понимаете? То есть у нас здесь в 2,5 раза примерно больше солнечных дней, чем, например, в Москве. Когда в Москве бывают, мне всегда это так удручает. Потому что я понимаю, что здесь люди солнца никогда и не видели толком. Понимаете? То есть мы живем в очень таком специфическом регионе. А сейчас у нас очень активное солнце. И об этом я тоже снимал неоднократно. Надеюсь, в конце пропустят песенку, которая, как мне кажется, идеально иллюстрирует те энергии, которые сейчас очень активно приходят на Землю. Ну, вот так вот. Надеюсь, вы почитаете это видео интересным и полезным для себя и подпишитесь. Всем пока! Петра на солнце Петра на солнце Крылья из воска не лучшая пара Не повторяй Фатальный подвиг и кара Прячем в себе не для всех, не со всеми Странные правила Петра на солнце Мы чувствуем в их немагнитных полей Петра на солнце Петра на солнце В спину Петра на солнце Петра на солнце Петра на солнце Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин